доброе утро всем ребят я вам сегодня короче решил рассказать очень интересную историю может быть как будто на будет как уроком а может быть что-то но возьмутся этого много много прочитал там комментариев по поводу того что то что мы там рассуждаем по-всякому то что мы деньги большие зарабатываем и вам типа как хорошо рассуждать когда у вас такие зарплаты большие и всего-то по тому подобное сейчас будем все рассказывать ребят я ходил короче завершил машину взял талон на погружку в каске это строчек здесь положено там ходить короче ребят много кто пишет талян вот типа вы там работаете до москве в области в большие там зарплату получаете денег много зарабатываете это что попробуй прожить мол того что она 10 15 на 20 попробуй прожить там деревне на поселке где-то вот и и потом типа будешь рассуждать ребятки вот по этому поводу хотел рассказать будет длинная история а приготавливайтесь поп-кормом бутерброда чай кофе короче термос собирайте сейчас мы камеру поравнее поставим много много лет назад когда еще учился в школе у меня семья случилась маленькая проблемка ну как проблемка беда был праздник не помню что был за праздник я жил в поселке вот и у нас не было воды в доме вода была на улице не просто на улице возле дома а вода была именно на улице на соседней улице и мне зимой приходилось на санках во фляге таскать воду я помню праздник был отец пришел горит матерьма типа так и так не завтра на работу стира вещи и как бы на 1 работу завтра будет ехать соответственно было воды привести я привез во фляге воды флягу такая небольшая была не помню 25 литров наверно до 25 литров где-то она была вот и во фляге было во фляг была полная воды я привез ее мы с мамой поставили на комфорке для комфорки газовых как вы грели грели воду и чтобы вода допустим закипела и потом вам чтоб стирала ну и соответственно поставили флягу с водой на газ и все подожгли чтобы вода короче закипала что к стирке мам готовился и красавчик привет спасибо что подъехал красавчик спасибо подъехал вот и соответственно было греть воду чтобы вода закипела и стирать сидели мы помню в зале смотрели передачу не помню какую и слышим свист шипение вот я был мелкий я в школу ходил еще сеструха была постарше у меня сеструха постарше на полтора два года вот мы заходим на кухню заходит мама первая потом заходит сестра я стоял в двери в косяке вот и на тот момент короче уже чуть-чуть надломил у меня мама начинает открывать флягу а вода закипала закипела во фляге вода она была закрыта под резинкой парам и газом вот этим всем некуда было деваться флягу начала раздувать и вам не догадалась то время надо было просто выключить комфорку и она не выключила а попробую решила открыть чтобы типа сошел воздух соответственно там представляете да вода когда закипает там одну короче бардак вот и все вот это под давлением получается она открывает крышку щеколда не открылась открылась чуть-чуть там да на алюминий вот этой фляги открылся школ да и под давлением вот этим кипятком давай полоскать все по кухне кипятком и соответственно я когда эту картину вижу я начинаю но я отбегаю там два-три метра назад от косяка от этого вот а там сразу пар и ничего не видно мама обжигается короче от груди все вниз но она как приняла весь кипяток в грудь все принял вперед и потом она когда убегать разворачиваются и соответственно и сзади это уже обливается вот а сеструху короче спереди чуть облила потому что она резко как бы назад выскочила задом но я передок облила вот к чему это все рассказываю мама попадает у меня в больницу в реанимацию где-то на три или четыре месяца она попала там у нее было процентов где-то девяносто пять ожогов ну короче то что выжила бы она процентов наверно два три пять процентов было что она может выжить сеструх тоже лежал больница бать работал я остался себе один так как мать она сначала в реанимации лежал два-три месяца и потом там на реабилитации не помню сколько ну где-то на полгода если ошибаюсь ну короче и долго не видел с рук полгода точно не было мам не помню может быть даже год их не было вот а я был еще щенком на то время мелким и батя один работал я с утра вставал как бы в школу батя я бать не видел вообще дом потому что он рано-рано утром уходил на работу и поздно приходил я соответственно вставал в школу шел кормил скотину да там свиньи поросята блять и корову быки короче пока всех накормишь и блять представляете да после этого все идет школу я хорошо блять весь как бы вонючий по куче у меня было здесь было всегда все замазано потому что мне постирать некому было вещи может у меня мама не было сеструхи не было и я один был хоть и батя батя не видел батя приходил по ночам соответственно ходил в школу наверное я не долго ходил бля если не ошибаюсь но я прогуливал через день потому что бывал встанешь со слезами на глазах жрать охота жрать дома нечего потому что приготовить никто не приготовит вещи никто не постирает я не помню класс был класс 5 наверно был 4 или 5 класс был это так вот ну и дело в том что так вот все это долго долго как бы длилась на протяжении долгого времени у меня это на психику очень сильно со подсаживалась давил на психику я я в школу честно вам скажу шел с одной мыслью чтобы пойти пожрать школе короче потому что на столовую кормили нас потому что мой приходил короче выходные суббота воскресенье боялся домой идти потому что пожрать дома нечего было дедушек бабушек рядом не было и я ходил там по соседкам там пойду соседки спрошу кусочек хлеба как бы вот там спрошу там спрошу ну так как бы перебивался соответственно с этим временем понимал что так долго долго не может дойти мне пришлось как-то что-то пробовать самому готовить потому что я приходил домой жрать хотел жрать на соответственно нечего было я не умел готовить короче сейчас вам примерно скажу наверно за месяц или за два мне соседка начал кушать готовить я пошел там крутить вальта катаго там подскажи научили она мне дала книжку я учил читал книжку как жрать готовить и научился там супы борщи варить ну по чуть-чуть по чуть-чуть как бы учился готовить но бомжевал короче там ну поначалу жестко потому что и в школу ходил не стираном потому что мне вещи никому было стирать у меня спортивный костюм помню здесь полоски белые были не всегда были за бачками и вот так короче заворачивал и вот так вот сидел короче на парте прятался потому что стыдно было вот ну а все знали что мама больница была и знали как бы всю мою обстановку и соответственно как бы все нормально к этому относились вот ну и короче с этими вот этими всеми ситуациями это все так надавило на жизнь я пошел работать где-то летом после школы как года ходил на ток работать с лопатой хуярил короче погрузчики грузил камазы грузил короче на такую работал вот грузил камазы с прицепами с утра до ночи работал ходил на только утром уходил рано поздно вечером приходил утром скотин накормишь вечером придешь накормить короче пахал с 15 там 14 15 лет я работал уже прям серьезно работал и потом батя меня начал на работу брать я там у него с ним катался батя мне комбайнером работал на дон у него был до 1500 красный вот я где с бать там поет по рулю где на беларусь не покатаюсь там сезона не силы заготавливали белорусами квадратная кабина была вот мтз не помню 82 как называется ну короче квадратно большая кабина у и короче взялся мне загрузил поехал короче это ну и сбать катался и все на это смотрел деревенскую да вот эту жизнь и понимал что в деревне мне короче ну жить ребят но это тяжело я на это все насмотрелся тем более без мамы практически рост потому что мама была в тяжелом состоянии но сейчас она нормально как бы вот я еще раз убеждаю что правительство да у нас такое уебанская то что вот у меня мама была с большими ожогами у него было и дали третью группу инвалидности и в течение года или двух и короче и сняли типа ну все все нормально вам как бы нормально восстановилась все нормально она сейчас родила ребенка у меня маленькая есть сестренка вот живет у нас мужчина не с отцом разошлись когда в армии был и это нормально что она работает все живет шикарно короче вот мне вот эта вся жизнь такая дала отложилась что в деревне жить работать за пятак за двадцатку я знал какой-то труд пыли дышать зерно то загрузить и там или в поле как батя пахал там за 10 15 тысяч я понимал что это не деньги и это деньги очень маленькие и так жить не стоит за такие копейки хотелось зарабатывать больше приходилось ходить воровать металлолом сдавать как-то чисто денег зарабатывать сейчас хожу короче машину завешу так все ребят взвесился так все ребятки взвесился заводить поехали поехали потом заведешься и мне вот это все ребята наталкивал на одну мысль что нельзя привет и привет в нижний новгород подписчик спасибо орешка привет снежный новгород кто передал вот ребята мне это наталкивал на такую мысль что нельзя падать духом нужно вставать сколько раз я как бы до падал но я вставал ушел дальше я маленький плакал много потому что блять обидно было то что все так у меня получалось ничего не получалось и когда я подрос короче уже мама пришла сеструха короче уже начали как бы все нормально из больницы вышли мы жили как бы да все нормально я мечтал уйти в армию я ходил военком и заебал когда в армию уйду и мне исполняется 18 лет 8 апреля и 20 19 апреля 18 апреля мне дают повестку короче вот в армию ну короче там через десять дней дают повестку что все меня забирают важно мне было радости много я ушел в армию и в армии служил я служил в дагестане подписывал контракт из того что понимаю что в колхозе в деревне делать нечего нужно денег зарабатывать нужно много денег заработать нужно маме денег скидывать даже на лекарство чтобы она восстановилась и я понимаю что надо много-много денег и пришлось в армии контракт подписать потому что там была как раз горячая точка и платили много денег я короче согласился подписал и но недолго по контракту послужил где-то всего лишь месяц я за месяц получил зарплату мы с малышом там подписывали малышев максим с ростовской области с как же на город город семикарапорт вот я ребят пойду накройте короче это вот и мы с максом подписали контракт первую зарплату получили хорошо получили второе полтоса наверно для тысячи 2009 год вся тысяч это была очень большая сумма вот мы напоили пол рота да все рот почти напоили ну там бухнули короче вот и нас короче сдали вложили нас там чуть не посадили нас короче выгнали порвальном контракт и и все ему домой ушли я приехал домой и понимаете за что в деревне делать синячить синьку душить уничтожать ее чем больше тем и надо уничтожать же ты начинаешь там гудеть гулять бухать вот гулял бухал у сеструхи жил сеструха строки ребенок был маленький помню грудной еще и она на это все смотрела она горит типа тена на работу ехать тена на работу ехать вот такая работа бля я молодой да я пришел ощущено глядь какая работа мне может быть погулять охота девчонки как бы дискотерики там танцы шманса обниматься я рука и работа чего гулять вот прихожу ночью поздно поздно ночью я у сеструхи ночевал но у сеструхи жил прихожу к сеструхи стоят сумки большие на входе вот веру она так кто приехал в гости нет нет ты уезжаешь вчера включая смысле это москве сработать я рада ладно вот у нее друг работал в москве университет российская академия образования урал метро добрынинская там он находился в охране он работал и соответственно она с ним договорилась чтобы он меня устроил взял меня на работу сеструха берет в долг занимает долги покупает мне вещи костюмы там ботинки галстуки белой рубашки короче для университета для охранника там ну короче заняла денег и и отправляет не москву покупает мне билет дает мне всего лишь полторы тысячи рублей на тот момент не было ребят и сотовой связи не было да вообще мне телефон даже не было и она говорит садись на автобус приезжаешь москву тебе полторы тысячи рублей купишься тапик телефон такую сим-карту на этапе 500 рублей фонарик стоит вот и короче ну купишься телефон и там созвонишься с эльдаром его эльдар звали она мне номер написала я приезжаю в калинин саратовской область захожу на вокзал у меня автобус как бы до москвы она горит за вокзалом стоит вагончик я захожу вагончик беру билет покупаю билет да у меня полтора рубля остается на 4 часа как бы автобусы я захожу на вокзал чтобы понимали это не вокзальный автобус а за вокзальная тоже левая контора я сижу вокзале спрашиваю автобусы объявляйте да объявляем на сижу жду пока объявит автобус соответственно смотрю 4 часа подхожу к кошке врачу не объявляйте где автобус на билете не наш автобус я выхожу короче он пошел у меня билет у меня всего полторы тысячи я короче подбегаю туда она звонит автобуснику просит остановиться я беру такси догоняю автобус короче отдаю рубль этому таксисту у меня остается 500 рублей соответственно пока до москвы ехал там остановки были где попить купил гебеляш купил короче и в итоге ну без денег приезжаю приезжаю на повелецкий вокзал у меня денег нету телефона нету я не знаю куда я приехал я пиздюк мне 19 лет да я не знаю что мне делать я вышел на повеском вокзале народ очень много я не знаю кому звонить телефона нету я короче я в растерянности просто встал под козырек дождик шел там под какой-то магазин я простоял там пять часов под этим козырьком я не знал что мне делать сестру к там сельдаром созвонились друг у меня писала чем я был одет ильдар бля 5 часов по повелецкому вокзалу так вот короче колесил меня искал нашел у меня забрал короче все устроил я начал работать до в охране я работал получал короче в районе 15-20 тысяч до двадцатку получал я оставлял себе 5000 на питание на месяц 15 тысяч отсылал матери домой сестре матери потому что сестра в долги влазила она мне покупала вещи и я соответственно сестре деньги отправлял матери я работал наверно год-два я работал все деньги отсылал если не оставлял если я только покупал вещи покушать оставлялся на метро и все и все деньги и отсылал и так я вот работал потом этот университет российской академии образования начал под разваливаться или что там сработка это была борода я пошел работать на вторую работу короче там было мало работы я пошел на вторую работу работать уже в мгу это московский да вот этот главный университет я пошел в мгу сидела там в общежитии не помню на пятом по моем этаже чтобы понимали охранник в москве для москвичей это вообще не человек потому что не уважает охранника москве и там тем более университет там вся молодежь для мне так было неудобно там все пенсионеры сидели а я знал что мне надо деньги матери отправлять не надо работать не надо хуярить пахать как бы деньги зарабатывать соответственно я работал я ребят работал я не ныл не плакал я знал что мне надо работать я работал на 3 работают метро добрыницкая это в не вере работал в мгу работал и славянский бульвар там боулинг боулинги ночью работал в охране я в трех местах работал чтобы больше денег заработать чтобы можно было больше денег отправлять и их уярила днями и ночами приходилось спать по часу по два всего лишь сутки ходил с такими красными глазами как будто наркоман или кому-то я курился короче это это колеса для моего карьера выехал от колес поверчат реста вот ребят ну что я не падал духом да я работал на трех работах я работал много работал чтобы денег заработать мне нужно было очень много денег это тот случай когда надо было пахать пахать как лошадь надо было зарабатывать очень много денег потому что я понимал что нужно деньги отсылать домой я долго пахал долго работал мама разошлась с отцом я был в армии пришел они уже не жили вместе и соответственно уже там устроилась как бы работать уже вроде нормально все стало мама начала жить как бы своей жизни уже нормально у нее все получат стала она вышла замуж как бы родила ребенка еще одного и все она у него молодая вот я вам 7 с первого года вот поэтому молодая и ребят я начал потом уже для себя работать я понимал что это не работа я смотрел на москвичей я смотрел на себя да со стороны я понимал что это не путь нужно идти дальше идти нужно топить 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 нужно идти работать зарабатывать я понимал что это не выход сидеть дальше в охране потому что 24 часа в сутки я просидел два или три года в охране вот я понимал что это не работа но когда я уже два-три года поработал когда я вылечил да можно сказать мамки деньги отсылал как бы помогал сестре все я всех приподнял и как можно свою жизнь устраивать Вот, и познакомился с девочкой, дружил с девчонкой, короче, и это, ей пришлось покидать, как бы пост, переодеваться, там просил сменщика, да, охранника, чтобы он за меня посидел, а я, чтобы хотя бы пойти там на полчасика, на часочек погулять с девчонкой. Соответственно, я ушел вечером ее провожать там, погуляли, пошел провожать, прихожу, приехал начальник охраны, а меня нету, короче, я пост покинул, вот, и он мне, короче, собираю вещи, говорит, и типа, выгоняет меня с работы в один часов вечера, вот, без зарплаты, без ничего, у меня в кошельке было 2000 рублей, помню тогда, и он меня выгоняет с работы, и я просто выхожу с вещами в Москве, я вышел, я просто не знаю, куда мне идти, что мне делать, у меня нету никаких связей, у меня нет друзей, у меня нет знакомых, мне никто не приедет, никто не поможет в Москве, и пиздец, и опять, короче, опять тяжело стало, я не знал, что делать, и пошел ближе к МКАДу, ушел в лесок, ну, к МКАДу отошел, где посадка, расстелил всю охранную форму, как бы, надо было переночевать, хорошо лето было, переночевал, как бы, блядь, под деревом, переночевал, все, утром встал, было 2000, пошел, купил поесть, поел, как бы, и понимал, что нужно двигаться дальше, вот, и кем я, ребят, только не работал в Москве, я во многих профессиях себя напробовал, я смотрел на молодежь, да, молодежь там в ресторанах работает официантом, я работал официантом в Москве, я работал и охранником, я работал поваром, да, ребят, я отучился, потом это уже отдельная там история, я отучился на повара, работал в ресторане поваром, Потому что я вроде и дома Когда научился готовить, я понимал Что, как, что готовить И мне это очень все легко давалось Я очень вкусно как бы готовлю И только кроме тортов Могу абсолютно все делать Любые блюда, первые, вторые, какие хочешь могу сделать Я в ресторане проработал поваром С женой там познакомился Вот сейчас с женой, с Ленкой Вот живу, со своей Леруси И вот мы с ней познакомились Там она работала официанткой А я работал поваром И так мы там познакомились А до повара я, блядь, и на стройке работал И сантехником работал, и колдовщиком работал И охранником работал И телохранителем работал И, блядь, в игровых аппаратах стоял Почему? У меня нос курносы, да И он поломанный у меня Потому что, блядь, постоянно были драки В этих игровых аппаратах Постоянно пиздили эти аппараты Надо было заступаться И, короче, драки И я много как бы там повидал И я из-за этого и ушел И в боулинге работал Дорожки катал, как бы И таким я только не работал Я уже все работы не вспомнил Где только не был Я и ходил по ночам, короче То, что, блядь, везде работал, короче Профессии точно 20-30 у меня было в Москве Работал на трех, на четырех работах Вот И все вот это вот шло К чему, ребят? Потому что я не падал духом, да? Я жил и без хлеба И без денег И когда на трех работах работал Когда отсылал деньги, я не рассчитывал Потому что был молодой Не понимал, сколько мне надо денег Отсылал все деньги домой Оставлял себе на проживание Там две-три тысячи Пять тысяч И, соответственно, если с девчонкой там Познакомишься, подарю ей там цветочки Вроде там все въебешь А денег больше нету Я пешком бежал на работу, допустим Потому что на метро денег не было Стыдно было метро на халяву проехать Потом уже меня научили Я через турникеты перепрыгивал На электричках на халяву ездил зайцем Потому что, блядь, не было денег Надо было как-то двигаться Надо было двигаться вперед Надо было идти и смотреть Поднимать подбородок и лететь И все вот эти проблемы Эти-то все проблемы Оставались позади И не переживал ни капли И стремился только к лучшему Я понимал, что, блядь Если идти по ступенькам То в любом случае ты поднимешься вверх Если хотя бы что-то делать Ну, подлежащий камень Вода не течет Она, блядь, будет как бы Проблем на проблеме Если ты ничего делать не будешь Если ты, соответственно, хочешь что-то делать Двигаться То, ну, почему бы нет Идеи двигаться и работы Потом я работал в спидстрой России Это российская, ну, государственная контора военная Строили дома военном Я там работал Да кем и только не работал Я и сварщиком работал Я и арматурщиком работал Я и колдовщиком там работал И сантехником там работал Я, блядь, много кем бы работал Я, как бы, много что могу делать Потому что жизнь заставила И, понимаете, мне приходилось это делать Идти и работать И я не боялся никакой работы Я хватался за любую работу Где можно было денег заработать Я брался и работал, зарабатывал Потому что я понимал, что нужно двигаться И идти вперед И те, кто там, да, ну, пишут там в комментариях Что, мол, того, что, типа, мы тут деньги зарабатываем бешено Попробуй там проживи в поселке там где-то, да, за копейки Ребят, я понимаю, что в России очень тяжело выжить Не просто прожить, а выжить В деревне ты ничего не заработаешь Я оттуда сам родом И много у меня друзей У меня много знакомых Я знаю, какие зарплаты в регионах Я знаю, что центральные города большие живут Москва область живет, Питер область живет, да Ближе, чем к Москве Тут зарплата поинтереснее Кто мешает вам просто встать Поднять свою жопу И поехать денег зарабатывать Устроиться на любую работу А, кинут там, ну, блядь, ну, кидали и меня Я и без денег оставался Ну, стремился как бы Я, чтобы дойти, допустим, до нормального уровня заработной платы Чтобы хотя бы что-то Я как-то вздохнул, нормально зажил Ребят, мне пришлось повидать везде У меня полголовых седой Потому что, ну, повидал я очень много И прошел через очень много После Москвы, после вот этого всего Когда я познакомился с женой Я переехал в Тарусу Жить с женой У меня жена родила Привет, Мишанька, привет А почему вы вчера ничего даже не сказали, бля Что вы там будете посиделки устраивать, да, Таря? Бля, да я как-то и не рассчитывал на какие-то посиделки, Мишань Я позвонил Олегу, спросил, ты что делаешь? Он говорит, дома Я говорю, я приеду помыться Я приехал помыться, помылся, лег спать Вот Я уже разделся, лежал под идеалом И тут студент, как бы, бля, звонит Я зайду в гости, я говорю, заходи Он зашел в гости, принес по две-три бутылочки пива Это уже было двенадцатый час Одиннадцать-двенадцать Мы выпили по две бутылки пива и спать легли И как бы никаких посиделок особо и не было Я принял, понял, понял, понял Ладно, я не стоять, давай Так, сегодня успеешь тогда ввести или ты не успеешь? Бля, не знаю, Мишань, я не загадываю, посмотрим Понял, давай тогда ввести Давай, на связи Поэтому, ребят, у меня мочка такая пухшая Мы просто вечерком посидели Вчера под две бутылочки пива выпили с Андрюхой Вот И Блядь, Мишанин меня сбил, короче Вот, ну к чему все это? Познакомился с женой Как бы, да, сыграли свадьбу Вот И мне никто не помогал, как бы, да Я все деньги зарабатывал, как бы, всегда сам И только вот единственное, что сестра направила на правильный путь в Москву Работать За это я ей благодарен, как бы, я ей много всегда помогал На данный момент, сейчас даже помогаю деньгами Вот, всегда ей помогаю, потому что Сеструха молодец, она мне всегда вручала, всегда помогала И она меня направила путь в Москву Если бы не она, я бы в деревне синячил бы Работал на каком-то тракторе, как мои одноклассники Я просто по себе вот теперь вижу и понимаю Вот у меня, да, там есть одноклассники, один с высшим образованием Ну, в армии по контракту за 15 тысяч в Волгограде хуярит Второй с одним или с двумя высшими образованиями Хуярит в поселке на тракторе Поля Паша У него два высших образования Потому что с этим высшим образованием Он не может себе найти работу Вот, у меня нет никакого высшего образования Вот, и как-то чуть-чуть двигаюсь Вот, ребят И когда жена у меня жила в Тарусе Я жил в Москве В смысле, работал в Москве на парковке Я работал на парковке пятиэтажной Да, пять этажей, у меня две парковки А, одна парковка у меня была Я расставлял, там двигал, я как-то делал левые какие-то места Я там крутился, потому что у меня зарплата всего двадцатка была Ребенок родился, памперсы, смеси И мне там за хату надо было платить Я хуярил, я семью не видел Я работал, работал, работал Я понимал, что я не вытягиваю в этой охране И охрана это для стариков, для пенсионеров работа Это вот когда ты на пенсии пойти в охрану поработать Там для поддержки трусов Да, для молодых это не работа Я это на себе проверил Вот И что? Потом, ну, я уже много историю рассказывал Мне пришлось как бы искать работу У меня мечта всегда была работать на грузовой машине Я всегда, каждый день сидел на авито, листал много объявлений Находил работу интересную Вот найду работу Вот, все, нравится мне работа, устраивает Все, звоню, берут на работу, на грузовую машину А у меня страх был У меня был страх, я не шел на эту работу Потому что я боялся сесть за первый раз в большую грузовую машину И, соответственно, я откладывал это на потом, на потом, на потом И год за годом я откладывал на завтра эту работу Я боялся сесть на грузовую машину И когда мне приезжало Когда мне Жена говорит, дом пожрать нехуй И я деньги то, что зарабатывал Я платил за квартиру Мы покупали ребенку там какие-то памперсы, смеси, там, лекарства И просто чисто Уже морально там Я уже просто не вытягивал Потому что я понимал, что дома, блядь, шаром покатило И даже на шматье не хватает Пришлось идти пробовать на грузовую работу устраиваться Да, ну, на грузовую машину Первый я устроился на КАМАЗ, на грузовой На самосвал 6520 Я уже, да, рассказывал И начал работать, пытаться как-то на самосвале двигаться И на КАМАЗе я проработал 2 месяца или 3 Я вообще домой не ездил Жил в карьере в КАМАЗе Я стелил матрас И в карьере в КАМАЗе, да, 2 месяца прожил Я в ожидании чуда был Что заработаю денег, как-то заживу И в итоге этот КАМАЗ был мента И мент меня пидор наебал У меня деньги я не отдал И я остался без денег И опять мне тяжело Я начал влазить в долги Потому что у меня семья Надо как-то было протянуть это Я понимал, что мне надо Мне надо, 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 бабла Мне надо, мне его негде взять Я, блядь, работаю, я стараюсь Я пашу днями и ночами Но я же не виноват, что вот эти гандоны, блядь Вот эти вот работодатели Которые вот думают, что водитель пришел Поработал, я его нахуй выпну, блядь И ничего ему не заплачу Ну и типа другого найду, дурачка, блядь Вот, понимаете Это вот прям твари вот такие вот Руководители, которые так поступают Потому что вот в таких ситуациях тяжелых Я прихожу в надежде денег заработать Потому что у меня семья голодная, да И ребенок маленький Прихожу отрабатываю Он мне говорит У меня, говорит, колеса новые Говорит, покупать Мне нечем тебе зарплату дать Да меня ебет твои колеса Я говорю, ребенок голодный Я ему что скажу, что ты колеса покупаешь Попробуй ребенку объясни или жене Что ты колеса купил, блядь Вот, и, короче, я там, блядь Поругался, разошелся с этим Я, ну, наху, нихуя коняшка Ты прыгаешь, это мост Такой новой сделали Вот, и что, ребята Было тяжело Я ушел с этого КамАЗа И устроился на китайца Мне позвал там, помню, Миша с Калуги Толян, давай, говорит Хочешь на иномарку сесть после КамАЗа Я, конечно, беру Ну, говорит, типа, бля, вот такая Говорит, машина, говорит, хово, ебать Китайская, пойдешь, работать Конечно, вот Ну, говорит, все, поехали забирать И, блядь, поехали на грузовой Забирать на жесткой сцепке Он говорит, ну, прежде чем на ней работать Надо ее сделать Я, Ромни, что, ты че? Он говорит, ну, серьезно Я ползимы, ползимы Ковырялся, делал эту хову Я перебирал балансиры Снимал коробку Менял сцепление Я ее пескостроил вручную Болгарка, без маски, блядь Кузов полировал Я это все показывал Все мои давние подписчики все это видели Я полировал этот кузов, блядь, шкод Штукатурил, там, красил, блядь Готовил, и пиздец Короче, двигатель разбирал Плиту снимал, блядь Компрессор менял И это все Я сам хуярил днями и ночами И Знаете, за сколько я работал? За тысячу рублей Тысячу рублей в день у меня был выход Просто, чтобы пойти Поковыряться Там, какого поделать Вот я всю зиму ее ковырял За тысячу рублей Я работал Уходил в 7 часов утра И приходил в 12 часов ночи У меня руки были черные Под ногтями была грязь Я пахал, блядь, за эту тридцатку вонючую Приходил, отдавал за хату 15 коммуналку И как бы жене Я знал, что жене с ребенком чуть хватало И было тяжело Вот Но когда я работал на парковке В Москве И у меня был вариант Там Чувак хороший, просто Богатый, как бы Он мне подогнал два новых велосипеда Я один жене велосипед подарил Один себе И мы, как бы, нет-нет Так, когда я дома был На велосипедах катались Вот Я с этим Мишей В этой хово До того Ну Загнулся раком То, что мне пришлось Эти велосипеды продать Потому что мне жрать дома нечего было Я продал эти велосипеды Они там стоят Там по тридцатке А я их там по 5-7 рублей продал Чтобы хотя бы что-то как-то там Ну, купить Пожрать домой Потому что я поехал в Крым Работать на этой хове, блядь Мы там в Крыму горе хапнули Я там прожил в месяц В Крыму Я денег не заработал Мы там Просто там Пичевали Бомжевали Я приехал В первую же неделю Сломали мне два Два коренных листа Ресора На китайца На моем Я просто Грузился с большого погрузчика Там ковж, блядь На 10 кубов Он мне просто Сырого От сего Кинул на задок И у меня шлепнули Два коренных листа Ресора Задние У меня жопа упала Соответственно Машину поставили в сервис Листы заказали с России Туда на матерейке Я ждал неделю Автономки у меня не было В Китайце Я ночами спал на моторе Был апрель Было холодно И потом Когда солярка кончилась Я укутывался в три одеяла Все свои футболки Майки Светара одевал И спал под одеялом Блядь И дышал под одеяло В шапке Блядь И блядь И как прям вот Тварь последняя Блядь Замерзал в машине Звонил начальнику Этому Миша Говорил Что я замерзаю Говорю Мне холодно в машине Он говорил Знаете что Ну потерпи Еще чуть-чуть осталось Похуй что ты там Замерзлаешь Ты потерпи Говорю Чуть-чуть осталось Типа скоро тепло начнется Вот так он мне говорил И я ему говорил Что я говорю Продаю все колеса Запаски Все продаю с машины Я говорю Покупаю билеты Уезжаю домой И на тот момент Он мне скинул 2000 Я нашел Это было в Балаклаве Я там у бабушки Нашел комнату За 200 рублей в сутки Я снял комнату И жил я в комнате Ребят Пишет камера Такая-то Пишет И жил в комнате Жил в комнате За 200 рублей в сутки Неделю Жрать мне нехал Помню День рождения Я там встретил Вот Маленькая гамлатушка была Я там проработал месяц Мы там горе хапнули Китайцы это Уебанные Просто в доску Потому что на них Не было тормозов На китайцах Просто нету тормозов Они очень там плохие И там в Крыму Вот эти серпантины Мы там с Максом Летали по этим серпантинам Без тормозов Как смертники Потому что Этот Миша нам говорил Грузите Кстати Макс Привет тебе братан Макс Кирова Вот В Кирове живет Сам он в Шайковке Короче Вот Барсик Барсик Красавчик Бля Мы с Максом Повидали Жизнь Пиздец И Короче Ребят Грузились мы В Евпаторе Песком И повезли мы На Ялту Туда Где Алубка На этих китайцев Они в гору Нихуй не едут Первую черепаху Блядь 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 Идиот Идиот На этом Китайцы По этим Буграм Блядь И короче Мы там Так Хапнули Горе Короче Тормоза Перегревали Без тормозов Там летали Блядь И мы Чуть не поразбились Мы поняли Что надо валить Оттуда И мы с Максом Оттуда Кое-как Мы свалили Короче Я приехал С Крыма Месяц нам Отработав Я приехал С Крыма Мне не заплатил Ни копейки Этот Миша Потому что он сказал Я говорит Типа очень много денег В Крыму потратил И я говорит Короче на бабки попал Мне нечем вам Ребят заплатить Туда-сюда Да нас Это как бы Каким боком Это касается Есть зачем заплатить Нет Я же работал Я же ездил туда На машине Я же рулил Блядь Я же работал А то что у тебя Там не получилось Так это же не моя вина Я тут виноват Нет У меня же семья Ребенок Блядь Вот И тяжело было Тяжело Я все равно Я падал Блядь Вставал Шел дальше Падал Вставал Шел дальше Самосвал Сезонная работа Зимой было очень тяжело Не было работы На самосвалах Я не знал что делать Я цеплялся за разные работы Я пытался все что угодно делать Потом я с китайца ушел На КамАЗе Там на КамАЗе Работал в другой организации Строй Транс Альянс В Калуге есть контора Андрюха там Воробьев Да Воробьев У него фамилия Вот Андрюха Чуть-чуть уже Мне дал как бы На ноги встать Он хорошо зарплату платил Хоть с задержками Но он платил Я там на МАЗе На КамАЗе работал Я как-то двигался Двигался Я начал подкапливать денег Я копил деньги Какие-то уже откладывал Я там в неделю Ну тысячи Где-то 25-30 Я получал на КамАЗе Да Тридцатку В неделю Я там получал У нас ходка была Там 150 рублей И лупи-долупи Ну мы их лупили Там эти ходок Блин Просто Ну не поймешься Мы когда строили Калужскую объездную Как вокруг Москвы Такая там объездная Строилась Я там Ну поработал Пару лет Строил Я зажил более-менее Хоть встал на ноги И вроде чуть более-менее Зажил Потом Мне пришлось Ну Виталик меня позвал Как бы Я ушел С МАЗа С КамАЗа С этого Ушел уже потом К Виталику работать Работал Ребят Я потом У него на Мане Потом Соответственно После Мана Юрец С Юрцом познакомился Юрец мне помог Сделать категорию Е Вот И опять Я въебенился В такие долги Потому что денег не было У Виталика Я сидел за свой счет дома Зима Работы не было И Зарплату никто не платил За хату надо платить Опять денег нету Блядь И И понимаете Вроде вот так вот Вроде платят Приходишь Блядь Отрабатываешь сезон Все А зиму ты сидишь за свой счет И В зиму нужен какой-то Доход И вот так вот Каждый раз Каждый раз Я просто В говно руками падал Ну я вставал Шел как бы И шел дальше В надежде Что будет все хорошо В надежде Что будет все хорошо Вот Спасибо Господи Как бы да Вроде все хорошо Вроде бы Ну на какой-то уровень Вышел да Нормальная Более-менее заработок Что я Позволил себе Накопить на машину Купить машину То что позволило Себе накопить Как-то денег На первоначальный взнос На квартиру Взял хоть в ипотеку Но я ее взял И я прошел Я прошел через многое С надеждой Что все будет хорошо И вам говорю Ребята Все будет хорошо Нужно верить в себя Нужно верить в себя Идти к цели Если у тебя есть цель Нужно к ней идти Нужно добиваться Вижу цель Преград не вижу У меня всегда такая была пословица Я сам себя заставлял это делать Я понимал Что мне нужно Работать Я понимал Что мне надо 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 Я шел Ребят Работал Я это делал И если вы захотите Что-то добиться Нужно идти Добиваться Есть очень хороший человек Когда я работал на стройке Познакомился Начальник стройки Серега Остап Он был начальник стройки Он сейчас Там по-моему Метро Роет Как бы Строит Он начальник Стройки Он тогда был на стройке Начальник участка И он мне всегда говорил Я эту фразу запомнил На всю жизнь Он говорит Толь Если ты чего-то хочешь добиться Нужно от чего-то отказаться Вот если что-то отдашь Ты что-то новое получишь Так будет всю жизнь Если ты что-то хочешь Нужно от чего-то отказаться Вот если ты что-то хочешь накопить Нужно отказаться Там Шикование Ходить Шиковать Жрать Чуходишь Надо отказаться от сигарет Если вы хотите что-то накопить пить. Сигареты много стоят денег, да. Нужно отказаться пить, курить, бросить все. Нужно отказаться там как-то экономить. И если вы от этого откажетесь, вы накопите, вы что-то накопите даже на тот же маленькую, хоть какую-то маленькую сумму, которую можно пойти заплатить в автошколу и пойти, допустим, начать учиться там на какие-то категории. Но если какие-то есть деньги, вы сегодня тысячу две потратили, в смысле накопили и завтра их пошли, потом потратили, но это никогда не накопится. И у меня всегда такая была мысль, что нужно от чего-то отказаться. Я всего от чего-то отказывался, чтобы что-то новое достичь. Я, ребята, прошел многое, я повидал очень многое. Почему я решил с вами этим поделиться? Я очень много не рассказал, про Крым много не рассказал, потому что нас в Крым поехало очень много машин. Нас поехало около пяти, не, семь машин поехало. А с Крыма всего вернулось две машины. Это мой Китай и Цехова. Два КамАЗа там оставили, Сканию там оставили. Пацаны просто бросали машины и летали на самолетах. КамАЗы были липецкие. Два КамАЗа 65-20, новые, помню, были 15-го года. Приехали пацаны, вот, и вот этот Женя, вот этот Женя, который у кого я работал, мент Калушки. Вот, этот Женя, он, я не знаю, но я знаю, что он точно мент, бля, урод он. И он не платил никогда деньги. Вот он мне не платил на первом КамАЗе, да, и пацаны же, от этого Женя, этот Женя взял, ну, два КамАЗа, и он с этим Мишей там как-то вась-вась, и вот пацаны приехали к Калужске работать в Крым, и он им деньги тоже не заплатил. Рафик, он, я помню точно, Рафик был на одном КамАЗе, парень ухуенный с Льва Толстого, и Саня с Калуги. Они приехали туда, он пообещал им хату снять, ну, короче, он их там побрил, пацаны не обломались, они просто сняли с КамАЗов колеса, аккумуляторы все продали, они купили билеты, сели на самолет, улетели домой, а КамАЗы там остались, короче, просто, ну, не под охраной нигде, просто в поле стоять. И правильно с такими людьми и делали, как бы, да, но если хозяин не платит водителю деньги, ну, как бы, так они и поступали. И со Скани, так же, по-моему, чувак Руслан, он там продал антифриз, помню, он продал там, да он много чего-то тоже со Скани продал, и он купил билет тоже и уехал, вот, а остальные вообще судьба неизвестна, потому что мы там так сильно потерялись в Крыму, это, я уже не помню, какой год был, как раз только Крым наш стал, только-только наш Крым стал, и мы туда поехали работать, говнам, а там хлебанули вообще прям с ведра такого жидкого. Очень тяжело было, ребят, через все это проходить, и к чему я это все рассказывал, к тому, что у меня была цель, я к ней шел, я через многое прошел, и палки в колеса вставляли, и через горе проходил, и через всякую хуйню проходил, тяжело было, но я шел, как бы не падал духом, шел, вставал и шел дальше, да, к цели, и поэтому не нужно там писать, да, да вот, там, таля, попробуй прожить неделю там, ой, попробуй там в деревню приедь, ебать, на пятнашку проживи, там, без хлеба проживи, да жил я и без хлеба, и без еды, и просто ходил, только одну капусту и морковку ел, когда у меня матери не было, я просто не знал, чтобы мне пожрать, мне было стыдно уже у соседей ходить, кушать, просить, я просто шел в грядку, лопатой, штыковой, отрублю себе пол вилка капусты, сяду со слезами, как бы на глазах, за гаражом, капусту пожеру, аж живот болел от этой капусты, или морковки, или там помидоры зеленые жирал, потому что, ну, что-то надо было вкидывать, вот, и ничего, потом ходил металлолом, собирал, пиздяком маленьким был, я ходил металлолом по деревне собирал, все ходили, смеялись, а я ходил с тачанкой, помню, металлолом стоил 50 копеек, килограмм, я ходил, собирал какие-то деньги сдать, чтобы и ходил, покупал хлебом, макароны, приносил домой, готовил, ебать, когда приходил с работы, я написал записку, пап, я кушать приготовил, типа там кушать, блядь, ебать, нам придется работать, тоже поесть, я там старался, да, готовил, как бы, для себя и для отца, потому что у меня матери не было, ну, около года, где-то, наверное, я не помню даже, я уже забыл, я мелкий был, но точно помню, что связи не было тогда, телефонов сотовых не было, и я когда раз в неделю мы ходили к соседке, звонили через такой телефон, блядь, бать там наберет, созванивались с больницы, она в городе Жирновске лежала, в Болгоградской области, и врачи, как бы, приносили ей телефон, и я когда слышал голос, я плакал пиздец, потому что я понимал, что нет матери, жрать охота, блядь, стирать некому мне, и да вообще тяжело было, я вообще не понимал, что происходит, и за что это все, и в школу, честно, было впадал ходить, потому что я приходил в школу как чужой, я никогда уроки не делал, все учителя знали, что, ну, тяжко у меня там в семье, я не делал уроки, никакие домашние задания, потому что я въебал как лошадь, я там, блядь, пока там хозяйство накормишь, напоешь, там, со школу придешь, пока там сено надергаешь, там, или там что-то еще, да, или там пока быков пойдешь, там, привяжешь, пока туда-сюда, ну, потому что как-то двигаться, крутиться там надо, я приходил всегда ко второму, к третьему уроку, пожрусь, пойду в столовую пару уроков, сижу и домой уходил, как бы, опять там, ну, такая как бы жизнь была, и к тому, что это все, ребята, рассказывают, что не надо падать духом, да, если у вас в жизни что-то тяжело, то нужно вставать, идти дальше, жизнь как бы не заканчивается, блядь, в тяжелых ситуациях, я вообще горжусь людьми, которые, потеряв там что-то, там, руку или ногу, они не отчаиваются, идут дальше, они живут очень прекрасно, вот это таким людям вообще просто респект, просто они встают и идут дальше, без рук, без ног, блядь, и люди работают, а те, которые, у кого есть руки, ноги, сидят, скулят, что, блядь, нет работы, я сижу в деревню, там, за 10 тысяч, за 15 тысяч, и вы там, блядь, в Москве и в области денег духовой зарабатываете и пиздите, да вам никто и не мешает, ребят, вы можете так же встать, сесть, купить билет, поехать в Москву, найти работу и работать, и зарабатывать тот же полтос, 60, 80 тысяч, и можете зарабатывать смело эти деньги, где-то, если хочешь много зарабатывать, нужны связи, нужны родственники, братья, сестры, чтобы кто-то кого-то как-то пропихнул, если у тебя нет ни братьев, ни сестер, и у тебя нет помощников, но никто тебе не поможет, и нужно вставать, поднимать свою пятую точку и идти добиваться своей цели, мне никто ничего не помогал, я вставал, шел, мне тяжело было, я, блядь, через многое проходил, я, блядь, и голодным оставался, и без денег ходил, и бегал, блядь, с работы на одну, с работы одной, на работу другую, потому что у меня не было на общественный транспорт денег, и я с метро Тушинская на метропланерную бегал, с утра там отрабатывал ночью, утром брал вещи и бежал, блядь, с метро Тушинская до метропланерной через улицу на другую работу, чтобы не опоздать, и прибегал туда, и я там работал, спокойно там работал, и как бы двигался, ребят, я двигался, и все нормально было, как бы, все было хорошо, если как бы захотеть, можно как бы и в космос улететь, у меня всегда такая была поговорка, если очень сильно захотеть, можно в космос улететь, поэтому если захотеть, то можно найти работу, можно зарабатывать, можно жить очень хорошо и шикарно, я вам так скажу. Сотрудники ДПС хотели остановить Проехал, короче, он такой раз Жезл Что-то раз, дернулся и назад Короче, пошел и стал меня останавливать Ребятки, что еще хотелось бы сказать Что бы ни случилось в жизни Не нужно руки опускать Не нужно падать духом Нужно вставать, двигаться, вперед идти Нужно работать Стремиться работать Никто, знаете, никто кроме нас Никто, кроме нас, не поможет Никто, вернее, кроме себя Никто, кроме вас, никто, кроме себя Вот пока ты сам себя не заставишь Пока ты сам не пойдешь работать Пока ты сам себя не заставишь Ничего у тебя не получится Нужно вставать, идти, трудиться, работать Ни в коем случае не нужно Жаловаться на жизнь, что жизнь какая-то хуевая И жизнь не удалась Поэтому не нужно жаловаться на жизнь И говорить, что все хуево, что все плохо Россия такая-сякая, там, страну как-то обсуждать, или правительство там обсуждать. Да кто виноват? Ну, кто в этом виноват? Это можно сидеть вечно обвинять Путина, да, что, да, Путин виноват, это Путин, там, такой сикой, плохой, то, что тут развалилось, да. Да Путин даже не в курсе про той поселок, которая находится в каком-то там Задрищинске, и он даже не знает, что такой поселок существует, да, что там зарплата 10 тысяч, потому что страна большая, городов много, поселков много, и он за каждым женем следит, вот. А Путина, ну, кто винить их хрен знает, хотя, не знаю, я в политику не лезу, я никого не осуждаю, я одно скажу, кто захочет жить, он будет жить, кто захочет крутиться, вертеться, он будет крутиться, вертеться, кто захочет денег заработать, он заработает эти деньги, он, блядь, он вылезет с любой ситуации тяжелой, и он будет идти дальше, несмотря ни на что. Я это, ребят, все прошел лично, могу сказать, что можно добиться всего, абсолютно всего можно добиться, все, что ты захочешь. Вот ты хочешь там какой-то цель прийти, ее можно добиться, если ты будешь пахать на 2-3 работах, если ты будешь пахать как лошадь, ты этого добьешься. Если ты захочешь чего-то добиться, ты этого добьешься. Если ты встанешь, поднимешь свою жопу и пойдешь зарабатывать деньги, и будешь пахать изо дня в день, как я вот по 2-3 года лупил, на 2-3 работах, спал по 2-3 часа в сутки, Приходил на работу с красными глазами В универе, а мне говорили Что я наркоман, что я наркотики употребляю Что у меня глаза красные И никто не знал, что у меня тяжело Дома и мне нужно денег заработать Я охуярил, пахал Я в глаза себе капал Капли какие-то, не помню Чтобы не палить, что у меня глаза красные Потому что от усталости В универе заходил Директор И он на меня глянет Вы пьете или курите У вас что-то с глазами в непорядке Я боялся, что меня уволят Мне приходилось глаза капать от усталости Они краснели, аж вены надувались Я капал, чтобы глаза красными не были И ничего, нормально Двигался, жил, выжил Вроде живу, как бы ничего, нормально Пока молодой Я считаю, нужно пахать Пахать, не пахать Все камни, ребята, такие дела